В Люберцах на улице 8 марта открылась новая территория Дворца детского и юношеского творчества Перспектива, где уже занимается более 50 детей. Долгое время микрорайон не имел пространства, где ребята могли бы позаниматься в кружках и секциях. И вот вопрос решен. Что пользуется у юных люберчан наибольшим спросом, узнала съемочная группа нашего телеканала. Новая территория Дворца детского и юношеского творчества в северной части Люберец. Это три помещения, общей площадью 150 квадратных метров. Пространство новое, современное, после ремонта. В первом помещении находится фотостудия «Эврика». Это предметная съемка. Ребята выставляют свою композицию, настраивают швед, либо искусственным, либо естественным. Сейчас мы используем искусственный швед, вот у нас цветной. Ребят в фотостудии много, но школу никто не прогуливает. Просто учатся во вторую смену. Подготовить центр к празднику помогли родители. У Альбины Ерютиной фотографией занимается дочь. Мы очень рады. Наконец-то мы долгое время ездили на ту сторону Люберец, чтобы ребенок занимался. И очень нравится заниматься в фотостудии. И теперь, наконец, на этой стороне Люберец появился такой замечательный центр. В соседнем помещении раздается энергичная музыка. Там секция хореографии. Можно к вам в гости? Можно к вам в гости? Ну да, поклон. Мы всегда здороваемся, когда к вам в гости приходит позиция первая. Готовы. Девочки разучивают танец хорошее настроение, который исполнят на новогоднем представлении. Также примерка праздничных костюмов. У нас посещаемость наших детей по детским и юношеским дворцам творчества порядка 8 тысяч. Общая численность по округу. Мы будем стараться эту цифру довести до 10 тысяч. Абсолютно точно, что нужно расширять такую сетку. Мы будем обязательно работать над тем, чтобы создать единый центр. Вместимость нового пространства – 150 детей. Пока центр заполнен на треть. Педагоги ждут новых воспитанников. Например, юных шахматистов и художников. Секции для них откроются в следующем году. Наибольшим спросом используется, конечно, на хореографии. Ну и каратэ тоже. Мы сейчас, в принципе, только после открытия сразу набрали порядка 40 детей только на каратэ. Третье помещение отдано клубу робототехники «Кубик». Ребята занимаются лего-конструированием. Сборкой роботов программируют их. Конструктор универсальный и позволяет собрать не только роботов, предложенных в инструкции, но и разработать своих. Даня, Даша, что это у вас такое, что вы собрали? Мы собрали лего-каратэ, который у вас... Вот эти ноги должны забивать с мяч в горло. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Продолжение следует...